Добро пожаловать в Библейскую школу Центра Духовного Просвещения. В этом квартале мы изучаем Евангелие от Марка. Сегодня 11-й урок, который называется «Под стражей и в муках». Мы будем изучать 14-ю главу Евангелия от Марка. Она довольно объёмная, в ней 72 стиха, потому, к сожалению, мы не сможем обратить внимание на все фразы, все слова, вынужденные ограничиться ключевыми моментами, а также теми, которые нуждаются в истолковании во свете синодального перевода. Первый отрывок, 14-я глава, первые 11 стихов. «Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали пересвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить, но говорили, только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. И когда он был в Вифании, в доме симнопрокажённого и возлежал, пришла женщина с лавастровым сосудом мира из нарда чистого драгоценного и, разбив сосуд, воздела ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собой, к чему сия трата мира, ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим, и роптали на неё. Но Иисус сказал, «Оставьте её, что её смущаете, она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеетесь с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело моё к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедной Евангелии сие в целом мире, сказано будет в память её и о том, что она сделала». «И пошёл Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались, и обещали дать ему серебряники. И он искал, как бы в удобное время, предать его». Первый стих рассказывает о том, что первосвященники и книжники искали, как бы взять Иисуса хитростью и убить. Что подразумевает фраза «взять хитростью»? Они знали, что Иисус невиновен. В хитрости нет нужды, когда человек на самом деле совершил преступление, достойное смерти. Как рассказывает Евангелие от Матфея, 26 глава, 59 стих, первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти. Им нужен был именно лжесвидетель. Они этого искали, потому что знали, что он не достоин наказания. Что открывает второй стих? 14 глава Евангелия от Марка, второй стих говорит, «Но говорили только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе». Демонстрируется разница в отношении к Иисусу вождей и народа. Вожди народа боятся, потому что народ признал Иисуса Мессией. Перед этим мы читали в 11 главе Евангелия от Марка в стихах 7 по 10. «И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои, Иисус сел на него. Многие же постелали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постелали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали, «Асана, благословен грядущий во имя Господне, благословенно грядущий во имя Господа царства Отца нашего Давида, Асана Вышних». «Иисуса приветствуют как сына Давидова, как царя, и он въезжает во исполнение мессианского порочества из книги пророка Сахарии». То есть вот здесь очень четко показано, что религиозные вожди боятся как Иисуса, так и народа. И это очень важно всегда не забывать, потому что, к великому сожалению, доселе продолжает иногда звучать неосторожное высказывание из уст христианских служителей, пасторов и богословов, что, дескать, Израиль отверг Иисуса. Текст Евангелия четко показывает разделение в отношении к Иисусу между вождями и самим народом. Далее евангелист рассказывает об эпизоде с женщиной, которая помазала Иисуса миром. В чем суть действия этой женщины? Вот как сам Иисус раскрыл это в восьмом стихе 14 главы. «Она предварила помазать тело мое к погребению». Вот что сделала эта женщина. Очень интересно прочесть в комментарии на Евангелие от Марка, в комментарии Кузнецовой, следующее. Символическое значение приобретает и тот факт, что женщина разбила сосуд. Ведь после того, как тело умершего умощалось, сосуд, содержавший масло, обычно разбивался и иногда даже оставался в гробнице. То есть найдено захоронение, где вот как раз-таки рядом с телом, в данном случае с оставшимися костями, находится вот этот вот разбитый сосуд. То есть это было осознанное действие женщины. Она именно помазывала Иисуса для погребения. И это объясняет, почему о ней нужно говорить в контексте Евангелия, как мы читаем в девятом стихе. «Истинно говорю вам, где не будет проповедной Евангелия сия в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Действие женщины, является уникальным проявлением принятия слов Иисуса. Дело в том, что Иисус неоднократно, как свидетельствует текст Евангелия от Марка, говорил и ученикам своим близким, и тем, кто следовал за ним, что он будет убит. В частности, вот 10 глава Евангелия от Марка, стихи с 32 по 34. «Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет перед священникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Из всего окружения Иисуса одна эта женщина отнеслась серьезно к этим словам и соответствующим образом на них отреагировала. После описания эпизода женщины дальше текст Евангелия рассказывает об Иуде, «Как связана история женщины и предательства Иуды?» Давайте посмотрим на 12 главу Евангелия от Иоанна, стихи с 4 по 6. «Тогда один из жеников его, Иуда Симонов и Скариот, который хотел предать его, сказал, «Для чего бы не продать это мир за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что он был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали». Текст прямо утверждает, что Иуда был вор и по синодальному переводу имел при себе ящик и носил, что туда опускали. В современных переводах мысль передана яснее, он воровал из ящика, брал оттуда, он уносил для себя. Так вот, если бы эта мира была пожертвована Иисусом, оно бы попало к Иуде, было бы продано, и он мог бы оттуда своровать. А тут мимо него прошла такая огромная сумма. И вот сразу же после этого он нашел иной способ заработать. Вот как об этом рассказывает евангелист Матфей, 26 глава, 14 стих. «Тогда один из двенадцати, называемый Иудой Скариот, пошел к преосвященникам и так далее». То есть именно указана взаимосвязь. После того, как уплыли деньги, тогда Иуда, который был вор, как пишет евангелист Иоанн, он пошел и попытался заработать по-другому. Итак, вот события сменяют друг друга очень быстро. Мы продолжаем двигаться по тексту и смотрим теперь на стихи с 16 по 26, в 14 главе Евангелия от Марка. «И пошли ученики Его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, Он приходит с двенадцатью. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал, «Истинно говорю вам, один из вас, едущий со Мною, предаст Меня». Они опечалились и стали говорить ему один за другим, «Не я ли?» и другой, «Не я ли?» Он же сказал им в ответ, «Один из двенадцати, обмакивающий со Мною в блюдо». Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться. И когда они ели, Иисус взял хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал, «Примите, едите, сие есть тело Мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. И сказал им, «Сие есть кровь Моя нового завета, за многих изливаемая». И истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем. И, воспев, пошли на гору Илеонскую». Меня долгое время интересовал вопрос, который ученики задавали согласно 19 стиху. Услышав, что один из них предаст Иисуса, они говорят, «Не я ли?» и другой, «Не я ли?» И всегда это казалось странным, потому что человек должен, в принципе, знать, он ли или нет, есть у него такие планы или нет. Давайте проверим конец 19 стиха в иных переводах. Институт перевода Библии в Заокском и Восстановительный перевод предлагают такую фразу, «Ведь это не я?» знак вопроса. Или же перевод Стерна, «Ты ведь не меня имеешь в виду, верно?» То есть они не задают вопрос, «Может быть, я?» А наоборот, «Это ведь не я!» То есть это своего рода утверждение. Они хотят удостовериться, что Иисус не думает ни о ком из них плохо. И вот Иисус отвечает, «Один из двенадцати, обмакивающий со мною в блюдо». Вопрос, что во что обмакивали? В Евангелии от Иоанна в 13 главе в 26 стихе говорится, «Иисус отвечал, тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам, и, обмакнув кусок, подал Иоди Симонову Искариоту». Итак, хлеб, в данном случае, маца, пресники, макался во что-то. Во что же? Тут нам нужно обратиться к историческому фону, и я хочу предложить вам маленький отрывочек из комментария Стерна. Написано, «Блюдо вполне могло содержать хоросет или марор. Хоросет – это сладкое пюре из фруктов, орехов, пряности и вина. Марор означает «горькие травы». То есть, речь идет о том, что Иисус с учениками проводил традиционный для той эпохи пасхальный седр со всеми традиционными атрибутами. В 21 стихе есть очень важное заявление. «Впрочем, Сын человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын человеческий предается, лучше было бы тому человеку не родиться». Вопрос. Мог ли Иуда не стать предателем, раз все идет, как написано? Мы уже отмечали ранее, что он стал предателем из-за укорененного греха, из-за того, что он был вором. И вот именно вот это желание украсть и заработать нечестным путем, оно побудило его, оно сделало его открытым к внушению дьявола, как об этом рассказывает Евангелие от Луки, 22 глава стихи 3 и 4. «Пошел же Сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12, и он пошел и говорил с предосвященниками и начальниками, как его предать им». То есть вот эта жизнь во грехе, укорененный грех, сделала Иуду открытым к действию дьявола, и дьявол увеличивал меру своего воздействия, вошел в него, овладел его и побудил стать предателем. То есть все это выбор Иуды. Бог не делал его вором. Напротив, он сказал, «Не кради». Как же тогда сопоставить, что Сын Человеческий идет, как писано, о нем и вот вместе с тем фактом, что у Иуды был свободный выбор, как у любого из нас? Дело в том, что пророчество о действиях людей, предсказания, которые есть в Священном Писании, о действиях отдельных людей или семейств, или народов, это откровение Божьего знания в первую очередь. И далеко не всегда это откровение Божьей воли. В Священном Писании есть масса пророчества о том, как Господь говорит, будет то-то и то-то, когда Господь предсказывает, что люди будут нарушать Его волю. То есть пророчество, повторим, очень важная тезис, это чрезвычайно важно понимать. Да, есть пророчества, которые отражают Божью волю, то есть то, что Бог желает, чтобы люди сделали. Но в первую очередь пророчество это откровение Божьего знания, знания будущего, но далеко не всегда Божьей воли. Следующий вопрос по этому отрывку звучит так. Ввел ли Иисус новые элементы в пасхальную трапезу? Давайте посмотрим на стихи с 22 по 24 снова. И когда они ели, Иисус взял хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал, примите, едите сие из тела Моим. И взяв чашу, благодарив, подал им и пили из нее все. И сказал им, сие есть кровь Моя Нового Завета за многих изливаемый. Обратите внимание, идет трапеза, идет традиционный пасхальный седр. На столе уже приготовлено все, что традиционно приготовлялось на Пасху того периода. Вот именно такого домашнего, не храмового ритуала. И Иисус берет вот уже существующие элементы и указывает их значение. Не было ничего нового. Последний вопрос по этому отрывку. По возможности проверьте, используется ли слово «вино» в тексте оригинала в 25 стихе. В синодальном переводе сказано «Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем». Подлинненький слово «вино» отсутствует. То есть говорится о плоде виноградном, от плода виноградного, и дальше используется слово «кайнус» «новое». То есть новое от плода виноградного, но отсутствует термин «вино», потому в контексте Вечери Господней Евхаристии вообще говорить об алкогольном напитке не приходится, потому что ни одной из четырех Евангелий сам термин «ойнос», который теоретически может означать в некоторых случаях алкоголь, содержащий напиток, этот термин там не присутствует вовсе. Продолжаем читать 14 главу Евангелия от Марка и посмотрим на стихи с 32 по 42. «Пришли в селение, называемое Гефсиманья, и он сказал ученикам своим «посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собой Петра, Иакова, Иоанна и начал ужасаться и тосковать. И сказал им «душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил «Ава, отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты?» Возвращается и находит их спящими и говорит Петру «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час?» Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им «Вы все еще спите и почиваете? Кончено, пришел час, вот предается сын человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». Говорится, что пошли в Гефсиманию. Что означает этот термин? Согласно библейской энциклопедии Баргауза, это масличный пресс. Гора называется Елеонская, Mount of Olives, как в английском тексте, то есть это оливковая роща, и там же был вот этот масличный пресс, пресс для изготовления оливкового масла. О чем Иисус просил учеников? 34 стих говорит «Бодрствуйте». Но бодрствуйте для чего? 38 стих говорит «Бодрствуйте и молитесь». Иисус Христос просил учеников молиться. Интересно посмотреть в параллельном повествовании Евангелия от Матфея, 26 глава, 38 стих. Тогда говорит им Иисус «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со Мною». То есть Иисус Христос просит о молитвенной поддержке, чтобы в то время, когда Он молится, ученики здесь бодрствовали и молились, чтобы они поддержали Его в молитве. Следующий вопрос. Проверьте начало 35 стиха в иных переводах. В синодальном написано «И отойдя немного пал на землю и молился». В переводе Косяна написано «повергался на землю и молился». То есть описывается многократное действие. Не то, что упал и лежал, а именно вот как такое маятникообразное движение. Падал, молился, снова падал и молился. Это все передает эмоциональное состояние, вот эту душевную агонию Иисуса Христа. Следующий вопрос. «О чем Иисус просил Отца?» 35 стих говорит, «Чтобы, если возможно, миновал его час сей». 36 «Пронеси чашу сию мимо меня». Но вот в этой молитве, где Иисус Христос откровенно и искренне выражает свое желание, а именно не пить эту чашу, не проходить через страдания, не проходить через предстоящую смерть. Он, тем не менее, каждый раз одерживает победу и говорит, «Пусть, Отче, твоя воля будет, а не моя». У евангелиста Луки это названо «борение». И, находясь в барении, прилежнее молился. И приходил ангел, укреплял его. Вот смысл этой молитвы. Сколько молился Иисус? В 37 стихе написано «Ты спишь, не мог ты бодрствовать один час?» Это слова, которые Иисус обращает к Петру после первого эпизода молитвы, когда он вот падал и молился, падал и молился. Это длилось час. Дальше Иисус Христос уходит, и мы находим в 39 стихе следующие слова и опять отойдя молился, сказав то же слово. То есть это не одно слово, а имеется в виду то же содержание, то есть такого же рода была молитва. Соответственно, снова он молится, скажем, час. И потом, как мы находим уже в 41 стихе, приходит в третий раз и говорит им «Вы все еще спите и почиваете». То есть, судя по этим данным, Иисус Христос вот так вот по часу молился трижды. Вот это продолжительность этой агонии, когда он принимал решения, когда он совершал это внутреннее борение. Что было дальше? Давайте читать Евангелие от Марка, 14 главу, стихи с 43 по 50. И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцать, и с ним множество народа с мечами и кольями от пересвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот и есть, возьмите его и ведите осторожно. И придя, тотчас подошел к нему и говорит «Рави, рави» и поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один же стоявших тут извлек меч, ударил раба пересвященников и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня, но да сбудутся Писание». Тогда оставив его, все бежали». Почему Иуда избрал в качестве знака для пришедших с ним «Поцелуй», как говорит 45-й стих. Вот что находим в пособии субботней школы с комментариями для учителей. Он хотел скрыть свое вероломство от Иисуса и других учеников. Он фактически приветствует его Рави, Равин, учитель, целует, то есть он сохранял личину благопристойности и верности даже в момент предательства. Следующий вопрос. Почему арест был ночью? Как мы уже читали в 14-й главе, в стихах 1-м и 2-м, давайте вспомним, «Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали персвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить, но говорили только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе». То есть, как мы уже отмечали, было расслоение по вопросу отношения к Иисусу между вождями и народом. «Вожди боялись народа и поэтому сделали это ночью». То есть, чтобы не было тех толп, которые поддерживали Иисуса, которые были за Него, которые приветствовали Его как царя из рода Давидова и приветствовали Его как Мессию. «В чем значимость слов Иисуса в конце 49 стиха?» Он говорит «Но да сбудутся Писания». Иисус позволил Себя арестовать. Он знал, для чего пришел, Он одержал победу во время этих молитв, принял волю Отца для Себя. И вот то, что Он не сопротивлялся, то, что Он в некотором смысле даже инициирует этот разговор и так далее, показывает, что это было Его добровольное решение. Да сбудутся Писание. Он позволил Собою так поступать. Следующий отрывок, который мы можем рассмотреть сегодня, это 14-я глава Евангелия от Марка, стихи с 60-го по 65-й. Тогда первосвященник встал посреди и спросил Иисуса, что ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют? Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему, ты ли Христос Сын Благословенного? Иисус сказал, я, и вы узрите Сына Человеческого Сидящего Десную Силы и грядущего на облаках небесных. Тогда первосвященник, разодрав одежды своей, сказал, на что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство? Как вам кажется? Они же все признали его повинным смерти. И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему про реки. И слуги били его полонитом. Очень важный вопрос. За что Иисуса осудили на смерть? Текст говорит заранее, что эта цель была уже давней, а вот теперь, во время заседания Синедриона, которое произошло в нарушении многих правил и текста Торы и принятых в традиции того времени, но об этом у нас сейчас нет времени говорить, были свидетельства. И вот против Иисуса приходили разные люди свидетельствовать, но текст синодального перевода говорит, что эти свидетельства не были достаточны. Подлинненько сказано, они не сходились. И вот теперь вопрос, почему же на основании чего же Иисуса осудили на смерть? Стихи 61 и 62. Но он молчал и не отвечал ничего. Опять пересвященник спросил его и сказал ему, ты ли Христос Сын Благословенного? Иисус сказал, я. То есть Иисус был осужден на основании своих собственных показаний. Важно отметить, что из всех евангелистов только евангелист Марк пишет прямо и понятно. Иисус сказал «Я». Потому что у других есть фраза «Ты сказал». То есть как будто бы это не мнение Иисуса, а Он говорит «Это твое мнение». Нет, Иисус Христос четко заявил «Я Мессия Машех, Сын Божий». Более того, следующий вопрос очень важный, на что сослался Иисус в своем ответе? 62 стих, где написано «Вы узрите сына человеческого сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Оказывается, Иисус здесь цитирует из книги пророка Даниила. Это 7 глава стихи 13 и 14. Вспомним. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему, владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». Вот эти слова цитирует Иисус. То есть, это четкое заявление на свою божественную природу и вот на основании собственных показаний Иисуса. Он был обвинен в богохульстве и был осужден на смерть. Завершаем чтение 14 главы Евангелия от Марка стихи 66 по 72. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника и, увидев Петра, греющегося и всмотревшись в него, сказала, «И ты был с Иисусом назовенином?» Но он отрекся, сказав, «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь?» И вышел вон на передний двор и запел петух. Служанка, увидев его опять, начала говорить стоящим тут, «Это один из них!» Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру, «Точно ты из них, ибо ты галилеянин и на речи твою сходно!» Он же начал клясться и божиться, «Не знаю человека сего, о котором говорите!» Тогда петух запел во второй раз и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, «Прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня» и начал плакать. Давайте проследим действия Петра по всей этой 14 главе. В стихах с 29 по 31 он заявляет, что никогда не отречется, даже если все ученики отрекутся. Дальше в 37 стихе в Гефсиманском саду он спит, несмотря на просьбу Иисуса бодрствовать и поддержать его в молитве. Далее в 47 стихе есть такой интересный эпизод. «Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо». Этот один это Петр, как говорит Иван Галитриана 18 глава 10 стих. «Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященникова раба и отсек ему правое ухо». Имя рабу было Малх. То есть Петр пытается защитить Иисуса. Однако когда Иисус говорит «вложи меч в ножны» и так далее, дальше 50 стих 14 главы «Тогда оставив его все бежали», соответственно включая Петра. Петр тоже убегает. Далее 54 стих «Петр следует за этой толпой издали и так приходит во двор первосвященника». Далее вот здесь в прочитанном отрывке в стихах 66 по 71 он трижды отрекается, а вот когда поет петух и Петр вспоминает слова Иисуса, то в 72 стихе в современном переводе Стерна написано «И он бросился на землю и зарыдал». То есть это демонстрация покаяния Петра в содеянном. Вот такая метаморфоза на протяжении довольно короткого промежутка времени. И опыт Петра показывает нам, что лучше небо хвалится, потому что никто из нас не знает, как поведет себя в стрессовой ситуации. Но вместе с тем опыт Петра учит нас также, что Господь принимает искреннее покаяние. Когда Он бросился на землю, рыдал, или, как другие евангелисты говорят, плакал, горько, Он осознал свою вину, обратился к Господу с просьбой о прощении и, как мы читаем в Евангелиях дальше, был восстановлен в своем апостольском служении. Вот на такой ноте заканчивается 14 глава Евангелия от Марка. О том, что было дальше, мы узнаем во время следующего урока. Если материал этого урока вам принес благословение, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал Центра Духовного Просвещения, если этого еще не сделали. Вы можете посмотреть иные материалы на моем авторском канале в YouTube, ссылка на него есть в описании этого видео, как, собственно, и план, по которому можно провести этот урок. До новых встреч в исследовании Евангелия от Марка.